МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Председатель Саровской городской думы Антон Ульянов на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов и подвел итоги 2021 года. Церемония награждения по итогам городского конкурса «Ученик года» состоялась во Дворце детского творчества. Воспитанницы студии эстрадной и народной хореографии Задоринки стали лауреатами международного конкурса фестиваля «Седьмое небо». Далее расскажем обо всем подробно. Сработались за год. Так отозвался о новом составе Саровской думы ее председатель Антон Ульянов. Он отметил, что уходящий 2021 был непростым для депутатов, но при этом весьма эффективным. Среди самых важных думских решений Антон Сергеевич выделил согласование текста меморандума о сотрудничестве. Документ этот, напомню вам, он составлялся и основан на принятых национальных проектах, национальных целях, но на стратегии развития Нижегородской области. И вместе с тем, это такой народный документ, который разрабатывался при участии достаточно большого количества людей. Разрабатывался он в течение года. В феврале Дума приняла решение о возможности заключения консессионного соглашения в отношении Горводоканала. Вопрос этот обсуждали несколько лет, и консессия рассматривается как один из финансовых инструментов реконструкции коммунальных сетей. Реконструкция сетей нужна. Это и в администрации, и в Думе это понимают. Консессия, как один из инструментов решения этого вопроса, сегодня у нас лежит на столе. То есть решение Думы принято. Мы можем его использовать. Будет ли концессионная инициатива до конца года? Я такой возможности не исключаю. По словам Антона Ульянова, есть четкое понимание, какие требования необходимо предъявить потенциальному концессионеру. Во-первых, его программа должна исходить из минимизации нагрузки на горожан с точки зрения тарифов. Во-вторых, еще на бумаге должны быть оптимизированы работы по реконструкции сетей. Ну и в-третьих, консессионером может стать компания ответственная, с соответствующим опытом и репутацией. Еще один вопрос уходящего года – присоединение северных территорий. Новые границы города в своем указе летом обозначил президент Владимир Путин. Но пока о развитии новых территорий речи не идет. Сейчас разрабатывается генплан города. Разрабатывает его специальный проектный институт в Нижнем Новгороде, занимающийся агломерациями, развитием территорий. У генплана такая достаточно сложная процедура утверждения. Пока генеральный план не утвержден, вообще нет никаких юридических оснований заниматься северными территориями. По прогнозам, генплан должны утвердить к концу 2022 года. И только после этого город займется обсуждением того, как будут развиваться северные территории. Также на итоговой пресс-конференции Антон Ульянов рассказал, что горожане стали чаще обращаться к депутатам через сайт Думы и по телефону. А вот письменные обращения приносят все реже. Главные вопросы народным избранникам касаются сферы ЖКХ и трудоустройства. Но и нередко, по словам председателя Думы, люди звонят просто за сочувствием. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года. Порушенный конфликт продолжался два года. Война унесла жизни более сотни тысяч человек. В день памяти почтили тех, кто ценой своей жизни восстанавливал порядок в Чечне и так и не вернулся домой. Сегодня памятная дата. Начало спецоперации по наведению конституционного порядка на территории Чеченской республики. Именуемая в народе Чеченская война. Мы собрались здесь, чтобы почтить память наших земляков и всех тех, кто выполнял свой воинский долг до конца. Александр Майоров, Юрий Шонин, Евгений Шатилов – это лишь некоторые имена саровчан, которые погибли в Чечне. У памятника воинам-интернационалистам собрались почтить память солдат, молодежной и общественной организации, а также жителей города. Не нужно помнить именно не только эту дату, но вообще все воины, которые проходят во имя нашего государства, мы должны помнить и чтить. Потому что ребята, погибшие, отдавшие свою жизнь или здоровье на этих воинах, мы должны всегда о них помнить. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я считаю, что 11 декабря, дата начала военных действий на территории Чечни, это нужно чтить тех людей, которые жертвовали своими жизнями, для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. Мы сейчас спокойно там учились, получали образование и жили в мирной стране. Митинг, посвященный памяти погибших в Чечне, завершили возложением цветов и минутой молчания. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Закладчики, кладмены или, выражаясь языком закона, лица, осуществляющие сбыт наркотических веществ. Как ни назови корабль, а поплывет он в одни места, не столь отдаленные. К сожалению, эта псевдопрофессия последнее время набирает популярность. Многих привлекает быстрый заработок, вот только легкие деньги обходятся дорого. Способы вербовки кладмены самые разные, начиная от устного договора и заканчивая предоставлением так называемому работодателю скана паспорта со всеми данными, а порой даже и заключение контракта в письменной форме. Несколько лет назад в Сарове задержали одного такого сбытчика. Привозил сюда в город Саров солидные партии. И вот у него был, скажем так, на руках фактически договор, подписанный с той организацией, которая его наняла. Естественно, он понимал, чем он занимался, но трудное финансовое положение его и его родителей, как он говорил, мамы, подвигло его на эти факты. Порой в эту сферу идут люди, ведомые самыми благородными порывами помочь семье, близким людям. Вероятность попасться правоохранительным органам близка к 100%, утверждают многие статистические исследования. А потому важно понимать, что, сев за решетку, вы не только не сможете помочь родным, но и сломаете свою жизнь. Все, что связано со сбытом, если это групповое, в том числе зависит от веса, изъятого наркотического вещества, то это уже приближается ближе к 10 годам. А все, что групповое и побольше вес – это вплоть до 20 лет лишения свободы. За этот год сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, которые занимались сбытом наркотических средств в нашем городе. Часть дел уже передали в суд, по-другим ведут расследование. Если вам в сети предлагают легкий и быстрый заработок, где всего-то нужно доставить товар из точки А в точку Б, тысячу раз подумайте, прежде чем решите согласиться на подобные сомнительные предложения. С управляющей компанией «Центр ЖКХ» у дома номер 3 по улице Некрасова непростые отношения. Все жилищные проблемы люди решают только через прокуратуру или депутата, а ждать специалистов порой приходится больше положенного срока. Так было и с прорванной канализацией. Девушка вызов приняла, сказала, что придут, посмотрят, но так ничего и не сделали. На этой неделе я звонила во вторник, тоже сказали, вызов приняли, придем, слесарь вызовем, придет, посмотрит. Ну и вот слесарь, увидели мы его сегодня. Жители вызывали рабочих еще в конце ноября. Все это время в доме стоял невносимый запах, который доходил даже до девятого этажа. Сантехника ждали почти две недели. По словам рабочего, засор произошел из-за неправильной эксплуатации канализационной системы. При прочистке нашли тряпки и даже одежду. Хотя такой случай произошел и в первый раз, но вот переполненные мусорные баки, разбросанные отходы по детской площадке все чаще беспокоят жителей. Почему люди равнодушно к этому относятся, так я не знаю. Может быть я такой товарищ, что мне больше всех, конечно, надо, но хочется все-таки жить в доме, где чистота и более-менее порядок по нынешним временам, насколько это возможно. И хотелось бы, чтобы, когда мы обращаемся в эти службы, которые нас обслуживают, чтобы вовремя приходили и все исправляли, потому что в квитанциях у нас стоит большая сумма за содержание жилья. После того, как сантехник отремонтировал канализацию, запах в подъезде стал меньше. Также в день нашего приезда, на удивление жителей, убрали и весь мусор из бака. Если коммунальщики бездействуют и в вашем доме, обращайтесь по телефону городского дозора 37 200. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Сразу после открывания заслонки начинает высыпаться песок с массовым расходом в минуту. Рассказать о педагоге или наставнике, который много для тебя значит, снять о нем двухминутный видеоролик. Финальное испытание конкурса ученик года хоть и было непростым, но участники с ним блестяще справились. Илья Лобачев представил на суд жюри ролик о своем преподавателе физике. Фишка видео юноша считает участие в нем одноклассников-наставника и бывшего воспитанника, который сейчас учится в МГУ. Честно говоря, само участие в конкурсе не было моей личной идеей, то есть мне его просто предложили. И сразу появилась довольно тяжелая мысль, что будет непросто, потому что так вышло, что 15-й лицей практически всегда забирает первые места. И, соответственно, требования были высокие. Илья с непростой задачей справился, упрочив лидерство лицея номер 15 в этом конкурсе. Помимо видео-визитки, ребят ждало еще два испытания «Я ученый» и «Я эрудит». Заранее ребята готовили презентацию о себе в контексте «Я ученый», а в режиме реального времени ответили на 10 вопросов викторины, связанных как с наукой, так и с историей Сарова. Городской конкурс «Ученик года» проходил в этом году восьмой раз. И второй год именно в дистанционном формате. Но, тем не менее, от этого он не утратил своей актуальности, своей креативности, своей, вы знаете, вот такой остроты, потому что действительно те ученики, дети, которые участвуют в этом конкурсе, они действительно настоящие лидеры. Церемония награждения победителей и призеров прошла в теплой дружеской атмосфере. Дипломы и ценные подарки старшеклассникам вручила директор ДДТ Светлана Калипанова, еще раз отметив способности, достижения и отличные материалы, которые подготовили финалисты. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 3D-принтер и лазерный гравер 3D-ручки. Здесь идеи обретают материальную форму. Хай-тек считают сердцем кванториума. В этой высокотехнологичной лаборатории можно изготовить любую необходимую деталь для проектов других квантумов. Обучение в хай-тек-цехе позволяет ребятам узнать и понять, как создаются те вещи, которые их окружают. Именно мы изучаем программу, компас, в которой мы работаем, создаем 3D-модели, а потом мы уже либо их печатаем, либо вырезаем. Я хожу уже, получается, первое полугодие, у нас начинается проект, то есть вот уже в конце декабря на сдаче проекта, а именно диорамы. Там мы использовали различные материалы, такие как пластик из 3D-принтера и фанера, на которой мы вырезали как раз детали. Дизайнер виртуальных миров, интерактивных интерфейсов, художник-программист. Азы этих профессий будущего осваивают ребята из VR-квантума. На IT-направлении кванторианцы изучают современные языки программирования, знакомятся с искусственным интеллектом. Эти ребята не понаслышке знают, что значит быть IT-шником. Еще одно основное направление – промробоквантум. На начальном уровне занимаются программированием на лего, на углубленном программировании на микроконтроллере, а уже на проектном модуле вы работаете с манипулятором, с немецким роботом. И в процессе обучения на каждом из этих модулей ты создаешь какой-то проект. В кванториане открыто 7 основных инженерно-технических направлений, а также 3 дополнительных – математика, английский язык и квантошахматы. Набор на бесплатное обучение уже идет. В кванториуме три модуля – это водный, углубленный и проектный. А так как ребята с водного модуля переходят в основном на углубленный, поэтому водный освобождается, на который, в принципе, мы и приглашаем учиться всех детей, которые находятся в Сарове и в близлежащих районах. Узнать больше о направлениях кванториума можно будет на дне открытых дверей 18 декабря в 13 часов. Предварительная запись обязательно. Оставить заявку можно по номеру плюс семь девятьсот десять восемьсот семьдесят пять двадцать пятьдесят четыре. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Один календарь – более ста спасенных жизней. Именно столько беспризорных животных нашли свой дом во время съемок первого проекта организации «Зато верный друг» два года назад. Поэтому идею с календарем волонтеры решили повторить. Когда мы начали транслировать в соцсети, что у нас идет такой проект, что есть животные, мы увидели больше отклик от населения и действительно стали приходить и забирать животных. Найти дом пушистым беспризорникам – одна из целей проекта. В съемке календаря приняли участие известные люди города. Они выкладывали видео с животными в свои соцсети, рассказывали знакомым о том, насколько ласковые питомцы в приюте и как они нуждаются в любви и заботе. Результат не заставил себя ждать. Многие четвероногие герои календаря уже нашли свой дом. Еще одна задача – собрать деньги на содержание животных. Сейчас на попечении волонтеров «Зато верный друг» 120 питомцев. Часть в приюте, часть на передержках. Многие нуждаются в лечении, дополнительном уходе. Только собаки съедают до 15 килограммов корма в день. На все это нужны средства. Календарь продается. Никому он не будет подарен. Это основная концепция наша. Даже участники календаря, кто тратил свое время на это все, все выкупают. Стоимость календаря – тысяча рублей. Контролирует «Зато верный друг» наша общественная организация эти денежные средства. И все они будут потрачены, естественно, на корма, на животных. Чтобы календарь стал действительно отличным подарком, в этом году волонтеры решили сделать его на качественно ином уровне. Для этого обратились за помощью в фотостудию «Вега». Работа была проделана колоссальная. Оборудование, фон и свет – все это вывозили на каждую съемку в приемник. Нам было проще собраться с студийным оборудованием и вывести это все на площадку, знакомое животным. Ну, по крайней мере, у них было минимализированное передвижение, какие-то стрессовые ситуации. Фотограф отснял десятки тысяч кадров, из которых для календаря выбрали 13 лучших. То, что получилось в итоге, не оставило никого равнодушным. Профессиональное фото, на которых запечатлены живые эмоции. Календарь пропитан духом любви и заботы. Было интересно запечатлеть, когда человек видит животное, он испытывает настоящие эмоции по отношению к животному. И это очень хорошо выглядело на самих кадрах. Помочь беспризорным животным теперь не только просто, но и особенно приятно. Приобретайте календари для себя и в подарок друзьям и близким. Все информации о том, где и как можно купить календарь, в группе общественной организации «Зато верный друг» ВКонтакте. В Новый год с хорошим настроением. На зимние каникулы парк имени Зернова готовит насыщенную развлекательную программу для детей и их родителей. Новогодние тематические встречи «Снежные фантазии» пройдут в первых числах января. Уже 3 января мы встречаемся на Дне поздравлений. В этот день мы будем поздравлять и принимать поздравления с наступившим новым 2022 годом. 4 января у нас День состязаний. Мы будем соревноваться в постройке снежных фигур, лепить снежки и поиграем в зимние виды спорта. С 5 по 9 января в программе также запланированы Дни улыбок, хороводов, зимних забав, музыки и танцев. 7 января ребята отметят Рождество и узнают о традициях этого праздника. У центральной елки в парке гостей встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие зимние персонажи. Итак, с 3 по 9 января сказочные костюмированные персонажи будут ждать гостей в парк в 11 часов у центральной елки нашего парка. Подробную информацию можно получить по телефону 982-52-982-59 или на сайте саровпарк.ру. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Тренинговая, деловая и экскурсионная программы. Всероссийский патриотический форум объединил специалистов и организаторов патриотического воспитания со всей страны. В рамках очного формата форума в павильоне на ВДНХ собралось около 600 человек. Программу подготовили насыщенную, и каждый ее участник мог найти здесь что-то полезное для своего объединения. Как сделать правильно пиар-кампанию при проведении каких-то мероприятий, как написать проект на патриотическую тему, что-то провести, что-то гигантское. И самое-то главное всей нитью проходило – это сохранение исторической памяти. То есть вот все основные мероприятия, которые проводились, и заседания, они были направлены на то – сохранение исторической памяти. В день проходило по 16-18 треков. Попасть на все было просто физически невозможно. Приходилось выбирать из них 4-5 наиболее для нас полезных, признается Вячеслав Викторович. Главное достоинство форума заключается в том, что это уникальная коммуникативная площадка, призванная познакомить и объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания из разных уголков страны. Тоже связи появились с людьми, которые занимаются и военно-исторической реконструкцией, мы причем как бы руководителями этого движения и с Музеем Победы, что немаловажно для нас. То есть у нас есть какой-то выход чуть дальше немножечко, не только замкнуться вот в себе, но и возможность другим людям в других городах посмотреть, что у нас здесь находится. Вячеслав Лапашов планирует побывать на этом масштабном мероприятии еще раз. О пользе форума высказался и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что форум обретает традиции и назвал его востребованной площадкой для конструктивных, творческих дискуссий представителей органов власти, образовательных и общественных организаций, участников поискового и добровольческого движений. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Волонтерство – настоящий тренд нашего города. Например, добровольческий отряд МИК Саровского медицинского колледжа организовывал сбор корма животным. А также во время пандемии студенты помогали врачам в больнице, следили за выполнением антиковидных мер. О деятельности этой организации на классной встрече рассказала Екатерина Вилкова, лидера волонтерского отряда «Милосердие и гуманизм». МИК выиграл сертификат победителю в молодежном форуме «Время выбрало нас». Ребята планируют реализовать проект «Умей помочь». Как приступить к сердечно-легочной реанимации, как ее правильно оказывать, как психологически быть к этому готовым. То есть мы обучаем людей первой помощи, чтобы они не растерялись, не паниковали, а знали конкретно, как, что делать. Участники встречи – школьники. Большинство из них только знакомились с волонтерством. Однако в зале присутствовали опытные добровольцы, представители школьных волонтерских объединений. Активисты делились опытом участия в городских мероприятиях. «Находились на площадке, собирали детей из школы. Нужно было выстроить непослушных пятиклассников, шаловливых четырехклассников, попарно. То есть вам нужно найти подход каждому ребенку, например». Татьяна Селезнева, представитель добровольческого отряда «Волонтеры-14», впервые поучаствовала в классной встрече. Девушка рассказывала о добрых делах своей организации, которая сформировалась всего пять месяцев назад. «На встрече мы обменялись опытом с другими волонтерами. И, как оказалось, мы проводим много совместных акций. Например, недавно в нашей школе проходила акция по сбору корма в приюты. В ней приняли участие огромное количество ребят, чему я очень рада». Следующая классная встреча состоится 19 января во Дворце детского творчества. Участниками могут стать школьники и активисты общественных организаций города. В жеребьевке театрального марафона профессий родители и дети детского сада номер 37 вытянули профессию писателя-юмориста. Для сценки участникам задали формат «Форсайт» – «Взгляд в будущее». На сцене Дворца детского творчества папа и их сыновья сыграли роль писателя и его героя-незнайки. В небольшой постановке команда-энтузиасты рассказали зрителям о том, насколько важна книга в жизни человека. «Готовились, родители откликнулись. У нас родители, мы с ними всегда эти конкурсы проживаем активно, то есть продумывали все, костюмы, то есть много делалось своими руками, с силами детского сада, помогала нам Костелянша Нина Ивановна, музыкальный руководитель всегда была с нами на подхвате, помогала нам где-то своим взглядом оценить это все. Мы смотрели, каждый вносил в эту постановку что-то свое». Родители и дети не ставили перед собой цель победить, а просто хотели выступить в удовольствии и от души. И у них это получилось. За свою постановку энтузиасты заняли первое место. Для Алексея Питякшева и его сына Матвея фестиваль стал поводом сблизиться еще больше и настроиться на одну волну. А еще Алексей взял специальный приз за лучшую мужскую роль. «Я представлял именно самого писателя в настоящем, который придумывал все, скажем так, персонажи Незнайку и прочего. А мой сын представлял маленького писателя в будущем. То есть они во время сказки поменялись местами. Впечатления только положительные. То есть когда ты наблюдаешь, как твой ребенок выходит со сцены с восторгом и рассказывает потом своим друзьям, что он был на сцене. Но это незабываемые впечатления прежде всего для ребенка. «Мы долго работали дома. И вот получилось. Мне там понравилось. Там музыка была. И... Ну и так понравилось». Семья Минченковых в фестивале профессий участвовала в первый раз. В течение двух недель Сергей и его сын Матвей усердно репетировали номер как дома, так и в детском саду. А на сцене смогли хорошо вжиться в свои образы. «Очень интересно, но и захватывающе. Я очень надеюсь, что мы все-таки будем еще участвовать в каких-то конкурсах, будем какие-то роли разучивать, учить, показывать. Восторга много, как у меня и как у ребенка». Победители театрального марафона профессий «Темп» получили дипломы, подарки, а также специальные призы от спонсоров фестиваля. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. С хореографом проекта «Танцный ТНТ» Светланой Лутошкиной коллективу «Задоринки» уже посчастливилось поработать на прошлом танцевальном конкурсе. В этот раз девочки снова пообщались с опытным наставником и услышали ее профессиональное мнение. С международного конкурса «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде танцевальный коллектив Анны Козловской вернулся с победой. В конкурсной программе участвовали две группы старшего и среднего состава. «Мне понравилось. Мне единственное, что мне понравилось, то, что там было очень много народа. И как-то я бы даже сказала, что там однотипные все номера были какие-то все незажигательные. То есть они все были такие тусклые какие-то, что-то такое все повторялось. В общем, мне особо было интересно. Мне понравилось, как мы выступали, сцена большая, хорошая. Я считаю, что мы хорошо выступили, показали наш скромный маленький город». По итогам конкурса старший состав «Задоринок» стал лауреатом первой степени за постановку «Черный ворон» и «Сердешное». А девочки помладше завоевали титул лауреата второй степени за танец «Виртуальная реальность». Таких результатов коллектив добился только благодаря упорным тренировкам, многочасовым репетициям и дружеской поддержке друг друга. «На данном конкурсе присутствовали очень знаменитые педагоги, которые выступали на разных шоу, которые тоже мне нравятся. Мы показали наш город на более высоком планке, можно так сказать. Я очень довольна результатом. Девочки-большие унички. Мне очень понравилось ездить нашим коллективом. Мы очень сплоченный коллектив, я считаю». Любой танцевальный конкурс для задоринок – это прежде всего возможность посмотреть на уровень других коллективов, получить оценку квалифицированного жюри. Каждый выход на большую сцену – это новый опыт для задоринок, из которого они черпают не только знания и умения, но и вдохновение. «Для моих танцоров такой конкурс – это возможность попробовать свои силы, посостязаться с опытными профессиональными коллективами. Чтобы не расслаблялись, не зажигались звезды, для рабочей такой атмосферы, мы принимаем участие в одни самых престижных конкурсах и фестивалях». Впереди у коллектива «Задоринки» еще много работы. Девочки попробуют свои силы в большом танцевальном конкурсе в Москве. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Танец «Пульс моря» воспитанница хореографического коллектива «Азарт» готовили несколько месяцев. На всероссийском конкурсе «Сияние талантов хореографии-2021» жюри за него присвоила коллективу звание лауреата второй степени. Пусть не первое место, но для коллектива это уже большой успех. «Мы старались, и у нас у всех впечатление, что мы как бы серьезно настроены на дальнейшие победы тоже». Было сложно репетировать на новой сцене, сразу выступать без подготовки. На сцене «Сияние талантов» можно было увидеть и еще одних воспитанников Инны Нуждиной – народный хореографический коллектив «Гела», который выступил с тремя новыми танцами. Два из них в номинациях «Народной стилизации» и «Современный танец» заняли первое место. Третий – сольный. В исполнении Юлии Тарасовой взял бронзу. «Я довольна результатом того, как я выступила. Какое место – это уже то, что жюри решили, это не от меня зависит. Я все сделала по максимуму». Всего в конкурсе приняло участие около 50 хореографических коллективов. По словам руководителя коллектива «Фазар» и «Гела» Инны Нуждиной, конкурсанты были сильные. Но ее воспитанники выступили на все сто. «Я довольна выступлением. Для них это более чем хороший результат. И действительно, прям молодцы, собрались, не растерялись, с учетом того, что я вообще с ними не была. Я сидела в зале. Я зачем туда еду всех посмотреть, что люди привозят, какие тенденции, чтобы потом знать, о чем жюри говорит, понимать, на что обращают они внимание». В следующем году народный хореографический коллектив «Гела» отметит 30-летие. Участники готовятся к юбилейному концерту. Пройдет он на сцене с Центра культуры и досуга в НЕВ. О дате будет известно позже. Ирина Вашегородцева, Кирилл Новикеевич, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В эти выходные «Саров» принимает на своем льду давнего противника – ХК «Спартак» Тумботина. Два года подряд команды делили между собой третье место. В 2019 году в борьбу вмешался коронавирус. А в прошлом году «Саров» выиграл у «Спартака» медаль за третье место. Игра обещает быть напряженной. Наши ребята расслабляться не намерены и к тренировкам подходят ответственно. «Всегда готовимся. Любая команда, независимо, там первое место, турнир таблицы, последнее, всегда настроимся хорошо. Лидеров, прошлогодних чемпионов, финалистов обыграли. Говорим, чтобы корону на голову не одевали, что выиграли, молодцы, и сезон только начался». Нагрузки в период тренировки наша команда распределяет дозированно. После игр темпы подготовки сбавляют, дают время ребятам отдохнуть. А к середине недели увеличивают. Непосредственно перед матчем отрабатывают уже тактические моменты. Из года в год залог хорошей игры наших ребят и достойного противостояния – поддержка болельщиков. «Уважаемые болельщики, уважаемые саровчане, в ближайшие выходные будет домашний тур чемпионата области среди мужских команд вашей лиги. Приглашаем вас всех прийти поболеть за наших воспитанников, за своих детей, за родственников. Просто получить заряд положительных эмоций. И, естественно, не забываем про санитарные нормы». Игра пройдет уже в эту субботу, 18 декабря, в 14 часов. Вход для зрителей только по QR-кодам о вакцинации или об иммунизации, без возрастных ограничений.